Это программа «День с толком» В студии Ирина Корчегина. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. С миру по нитке Заринску ковидный госпиталь. Предприниматели района просят о помощи. Что мы пьем и где купаемся. Опь назвали одной из самых грязных рек в стране. Чтобы не провести отпуск в изоляции. Стоит ли сейчас отправляться на отдых за границу? Власти Заринского района просят помощи у местных предпринимателей. Деньги нужны для переоборудования поликлиники города в ковидный госпиталь. Вот такие письма уже получают предприниматели Заринского района. С реквизитами, куда эти самые средства перечислять. Власти пишут, что в муниципалитете складывается неблагоприятная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мест не хватает. Поэтому новые места под ковидные койки будут организовывать в одной из поликлиник. Местные предприниматели недоумевают. А статистика за сегодня такова. 16 человек умерло. 234 получили положительные результаты ковид-теста. Выздоровело 256 человек. А в целом тяжело больных пациентов в регионе 658. К аппаратам ИВЛ подключено 167 человек. В Наукограде ждут мастера из Москвы, который отремонтирует компьютерный томограф. Когда мастер доедет, неизвестно. Накануне аппарат в диагностическом центре Бийска вышел из строя. Работал томограф круглосуточно. В день проводили до 150 исследований. Это в 4 раза больше, чем в мирные, не ковидные времена. Нас заверили, что постараются просветить всех нуждающихся. Пока томограф в ремонте, выявлять вирусную пневмонию, продолжат на рентгене. Количество этих исследований будут расширять. Сложных пациентов будут отправлять в Бийскую городскую больницу и онкологический диспансер. Там томографы пока в строю. Чтобы развести потоки больных, в медучреждениях разработали специальный график приема. Две недели в номере отеля без моря и даже бассейна. Таким получился отдых в Турции для одной семьи из Алтайского края. Причем заплатили они за отпуск солидную сумму. Причина – сосед по самолету, который оказался болен ковид-19. Итог – двухнедельная самоизоляция. Так стоит ли сейчас отправляться на отдых за границу? И какие меры безопасности должны соблюдать туристы и принимающая их сторона? Расскажем далее. Истории, когда отдых сводится к двухнедельной самоизоляции, все-таки редкость. Но коронавирусом туристы болеют и в отпуске, в том числе. Татьяна слегла на четвертый день прилета в Турцию в начале октября. Высокая температура, и вот она уже в госпитале с идеальными условиями. Нас госпитализировали вместе с мужем. Сразу подключили нам кислород. Была отдельная палата тоже. Я об этом не знала. То есть что происходит в России, что происходит в Турции. Отдельная палата там с душем и так далее. 24 часа за тобой смотрят люди. Все лечение, которое за две недели обошлось в 12 тысяч евро на каждого члена семьи, покрыла медицинская страховка за 14 евро. При этом всего два Татьяна заплатила именно за упоминание в страховке ковида. Анжелика тоже из Турции вернулась недавно. И хотя ездила не по турпутевке, страховку приобретала самостоятельно. Уверена, без нее никак. Впрочем, как и без витамина D. Пополнила его запас. В Турции принимают очень хорошие ограничительные меры в плане безопасности. Государство им предоставляет бесплатно маски. То есть, если ты на территории отеля находишься, ты обязан ходить в маске. Ты можешь ее менять каждые два часа. Это необходимо делать. А вот в Японии вообще принято ходить в масках. Может быть, поэтому там гораздо меньше больных, говорит Анжелика, которая побывала в стране еще до пандемии. Кстати, Япония для наших туристов пока закрыта. В отличие от 17 других стран, чартерные рейсы из Новосибирска летают сейчас в Турцию, на очереди Занзибар и Арабские Эмираты. И многие даже не требуют от туристов справки на отрицательный результат по коронавирусу. Не требуют теста от россиян Турция, не требуют Куба. Тест на ковид проходится бесплатно по прилету. Из европейских стран это Сербия и Черногория. И Мексика в настоящий момент от нас не требуют. Во всех остальных направлениях они необходимы. А в Южную Корею даже? А в Южную Корею в обязательном порядке еще и прохождение 14-дневного карантина. Правда, желающих сейчас отдохнуть за пределами России, говорят туроператоры, немного. С прошлым годом не сравнить. Многие боятся, что за свои деньги придется провести время в отеле на самоизоляции. И предпочитают сэкономить. Ну, а наша героиня Татьяна, которая не раз вообще не упомянула, что она патриот России, не жалеет, что переболела на отдыхе в Турции. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Далеко не самая чистая река, чем обязанная заводам Вийска и Барнаула. Министерство природных ресурсов и экологии России публиковало ежегодный доклад о состоянии окружающей среды. В нем ОПИ возглавила список самых грязных рек в стране. Но некоторые эксперты считают, что в Минприроде погорячились, записав в антирейсинг самую широкую реку России. Мария Микшута продолжит. Это кадры из интернета. Год назад житель Барнаула заснял на камеру телефона всю прелесть нечистот, которые попали в реку ОПИ. А сегодня из реки Барнаука течет мазут, бензин, что бы то ни было. Радужный такой, ядовитенький, красивый, но ему не совсем благоприятный для окружающей среды. Помогите, спасите. Содержит в себе всю таблицу Менделеева. Соединения меди, цинка, марганца, различные нефтепродукты и все это в 10 раз больше нормы. По мнению Минприроды страны, именно поэтому ОПИ оказалась лидером печального антирейтинга. Однако некоторые эксперты уверены, река не так уж опасна. Не уточняются по-настоящему данные, а данные эти были получены Росгидрометом, есть посты специальные, есть наблюдения. Да, на некоторых участках повышенное содержание загрязняющих веществ, там где непосредственно ниже или городов, или промышленных предприятий. Но в целом объявлять реку самой грязной не обоснованно. По мнению экологов, виновники загрязнения не только заводы, среди которых в том числе бийские и барнаульские предприятия. Сейчас у нас на первое место выходят, ну вот так скажем, коммунальные службы, и если говорить второе, это зона шлака-отвалы, которые у нас располагаются от СЭЦ-2 непосредственно водоохранной зоны. Но это все связано не столько с вот как с таким стоком, да, а именно с вот поступлением загрязненного водосбора. В свою очередь эксперты уверяют, маленькие реки, которые протекают по городской территории промышленной зоны, наносят вред и не меньший. Некоторые из них загрязнены настолько, что напоминают плавучие мусоропроводы. По словам экспертов, тот же приток реки Аби-Барнаука гораздо грязнее. Два раза в год речка меняет цвет, а по ее течению постоянно проводят субботники. Но даже такой приток, по мнению следователей, на загрязнение Аби сильно не влияет. Природная вода обладает способностью к самоочищению под влиянием солнечного света, атмосферных газов и жизнедеятельности организмов. Поэтому некоторые эксперты уверены, вердикт Минприроды стоило бы пересмотреть. АОП все еще может претендовать как минимум на водоем питьевого значения. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Будут уточнения в том числе и на Алтае. В российском Минструе готовят поправки в новые нормы о сейсмической опасности. Напомним, летом наш край попал в список 15 регионов, в которых повысили степень опасности от землетрясений. Для Алтая с 6 до 7 баллов. Строительный бизнес вздрогнул. Новые правила могли бы обернуться подорожанием жилья на треть. Наши застройщики подготовили письма в правительство края о приостановке такого решения и обратились в российский Минстрой, куда свои замечания отправили и другие регионы. В федеральном Минстрое по-прежнему считают, что новые нормы обеспечат надежность и безопасность зданий. И пока проблема не стоит остро. Застройщики возводят объекты по старым правилам, но поправки в нормы сейсмической опасности внесут. Будут ли они в пользу строителей – пока вопрос. А вот дом купца Морозова может оказаться в котловане. Рядом с историческим зданием два года назад началось строительство парковки. Впритык. Парковку так и не построили, а вот на здании культурного наследия уже поехали плиты и рушится фундамент. Почему кто-то за свои деньги реставрирует никому ненужные исторические здания, а кто-то их уничтожает? Расскажем в сюжете. Посмотрите, вот фундаменты. Кирпичи. Они кирпичные раньше делали из фундамента. Кирпичи выкрашиваются. Сюда идет вода под фундамент. То есть они оголили фундаменты. Это дом купца Морозова. Зданию более ста лет. Сейчас его реставрируют, чтобы открыть музей. А это котлован, который вырыли рядом с историческим зданием. Два года назад планировалось построить на этом месте парковку для зрителей театра «Кукол» и концертного зала «Сибирь». В прошлом году стало понятно, что проект невозможно реализовать. Стройка, которой занималась компания «Селф», встала на паузу. Лично я не считаю виноватым «Селфом» как таковым, потому что «Селф» изначально работает по проектной документации. Любая строительная организация, которая выигрывает тендер, она работает по проектной организации. Мы твердо убеждены в том, что здесь виноваты проектировщики и экспертиза проекта. Непонятно, как вообще такой проект прошел экспертизу. Куда смотрит Алтай охранкультура? За два года никто не ликвидировал последствия стройки. Если в историческом здании вдруг произойдет возгорание, то пожарная машина не сможет проехать ни через эту арку, ни через арку с другой стороны здания. Здесь, на месте котлована, тоже тупиковая ситуация. Получается, в случае пожара людям просто придется бегать с ведрами, тушить огонь. Собственник здания обращался в прокуратуру, официальные ведомства и везде получал формальные отписки. Все сделано по проекту. И сегодня ясно, по проекту перспективы мрачные. Воды идут, плиты отходят. Мы в этом году стали устанавливать маяки. И в среднем где-то у нас получилось движение плит. Где-то от 3 до 5 миллиметров за где-то 2-3 месяца. Получается, оно все вот так вот в котлованы скатывается? Да, получается, что скатывается в котлованы. Обвал вот этого торца, обвал вот здесь и обвал вот того торца тоже, где разобрано. То есть это может привести, да, и вот этого Ленина 5 тоже. То есть это может привести просто к трагедии, в том числе небезопасной для человеческих жизней. Сейчас вот осенью, да, дожди все это. Весной опять снега пойдут. Это еще сильнее будет погибать. Ну и я так понимаю, следующий сезон летний, он критический. Сейчас неизвестно, возобновлят ли когда-нибудь стройку парковки. А самое главное, что будет с домом купца Морозова. В свое время здание пережило две эпохи – предпринимательство и репрессии. Сейчас, судя по этому котловану, дом переживает эпоху безответственности. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Оскорбляет тренера и родителей, шокирует детей. Жители Барнаульской многоэтажки против уличных тренировок юных хоккеистов. Чтобы прогнать тренирующихся с площадки, он прибегает уже к незаконным методам. Подробнее в сюжете. Делаем упражнения, когда показываются, и лисей, мы смотрим, и лисей, а не по сторонам головой крутят. Хорошо? И друг, и строгий тренер. Игорь Макаров воспитывает юных хоккеистов бесплатно под открытым небом. Однако нравится это не всем. Из всего многоквартирного дома на Власихинской, 81, где расположена хоккейная площадка, только один житель против тренировок. Сначала, как говорят родители, он приходил посмотреть. Потом начал фотографировать и писать жалобы, а после переступил границу дипломатичности. Пришел на хоккейную площадку во время тренировочного процесса, начал оскорблять, кидаться. После чего вызвали милицию, наряд приехал и назначили ему на суду, там, штраф 500 рублей. Вторичный был приход его, там уже в нетрезвом виде, он сильно нагрубил, оскорбил меня, оскорбил родителей. По словам тренера, противник детского уличного спорта в один из своих визитов даже принес электрошокер. А сейчас, после выплаты штрафа в 500 рублей, снова вернулся к партизанским действиям. Пишет жалобы. Родители детей наоборот, тренерской работой довольны и не могут понять, почему кто-то может быть против детского спорта. Он, собственно, аргументирует это тем, что либо мало в бюджет управляющей компании денег поступает, либо еще что-то. То есть различные аргументы выдвигает постоянно новые. Это один житель, который терроризирует. Не мы к нему пришли, а он к нам пришел. У нас есть договор аренды с управляющей компанией. Мы как бы не просто так сюда пришли. А вот недовольный, по словам родителей, даже не является собственником квартиры. В то время как они, собственники, занимают спортплощадку в качестве придомовой территории. Родители не платят за тренировки, только покупают инвентарь. А тренер Игорь Макаров не просто создал любительскую команду, которая выигрывает профессиональные детские клубы, но своими силами заливает здесь каток и проводит по нескольку тренировок подряд. В Минспорте уже сказали, что готовы помогать в решении проблемы, но сначала свое слово должны сказать правоохранители. Единицы таких ситуаций выходят в публичную. Конечно, они регулируются нормальным человеческим общением. Спортсмену всегда поможет. И спортсмены всегда найдут, наверное, аргументы, объяснить какие-то правила. Поэтому своих не бросим, но все в правовом поле. Нас тоже заинтересовало правовое поле вопроса, поэтому мы обратились за комментариями в полицию. Тем более и тренер, и родители боятся за детей. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Работают едва ли не наравне с врачами, но совершенно бесплатно. Следующий наш сюжет посвящен автоволонтерам. С начала пандемии они доставляют продукты и лекарства нуждающимся, а с недавнего времени в тандеме с медиками. Довозят их до пациентов, которым срочно требуется медицинская помощь. За добрыми делами наблюдала Валентина Аскерова. Слушает любимые треки и ждет врача. Михаил Поляков уже полгода автоволонтер. Несколько раз в неделю меняет строгий офисный костюм на обычную удобную одежду. Кто садится за руль и едет в поликлинику. Не на прием, а за врачом. Довести до пациента. Здравствуйте. Здравствуйте. На какой адрес едем? Чуденка 93, 65. Все, хорошо. Девяка. Девяка. Сколько в день обходов делали? Вчера было 16. А вчера Михаила помогал? Вчера нет, вчера Михаила не было. Вчера мы ходили пешком, к сожалению. Участок у нас не один, а два, потому что врачей у нас, как и везде, не хватает. И поэтому, ну, вчера, то есть, чисто на вызовах я бы потратила 4 часа. Вот это круто. Сегодня пешком лишь от машины до подъезда. Доктора к маленьким пациентам Михаил довозит всего за пару минут. В волонтерском штабе он уже полгода. Сначала пандемии пожилым привозил лекарства и продукты. Сейчас служит врачам абсолютно бесплатно. У врача же не просто, вот он пришел сюда на дом, и все, он пошел домой. Ему еще нужно заново пойти на работу, еще нужно заполнить карточки, еще нужно назначить лечение, еще много-много-много таких дел, которые необходимы. И в том, что он только сюда добрался до пациента, то лишь только малая часть. И чтобы вот эту вот всю цепочку вот ускорить, ну, считаю, что мы необходимы, получается, как автоволонтеры. Уже пятый вызов за утро, и это не предел. Заболевших много, врачи работают на износ. Михаил рад, что его начальник позволяет делать добро в рабочее время. К слову, автоволонтеров в городе больше 20. Пока достаточно, но есть нюансы, рассказывают в краевом волонтерском штабе. Мы понимаем, что через какое-то время все равно ребята будут уставать, и кто-то, ну, захочет отдохнуть немножко. То есть нам все равно необходимо какое-то количество волонтеров поддерживать, и если будут желающие к нам обратиться и помогать, мы только будем за и рады. А сколько заявок в будни, начало недели? Ну, наверное, где-то около восьми. Вы устаете? Да нет. Я-то почему должен уставать? Я, в принципе, это больше все-таки нагрузка врачам. Тут просто сидишь, троллишь и ждешь. К слову, родные Михаила до сих пор не знают о его добрых делах. Бережет, чтобы лишний раз не переживали. А на интервью согласился лишь за тем, чтобы люди откликнулись и встали в ряды добровольцев. Ведь помощь медикам нужна сейчас, как никогда. Когда они меня вызвали в 8 утра, а я к ним пришла, извините, меня в 12, то с Михаилом, конечно, казалось все в три раза быстрее. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok